Здравствуйте, друзья! Меня зовут Антон Михайлюк и от имени компании DataArt я рад приветствовать вас на 10-й встрече IT Talk. IT Talk это сформированное по инициативе компании DataArt открытое сообщество, объединяющее всех, кто неравнодушен к информационным технологиям в любых их проявлениях. Но сегодня у нас встреча необычная. Сегодня мы практически не будем говорить об информационных технологиях как таковых. Сегодня мы вспомним о том, что труд в IT, он безусловно интересен, креативен, он творческий, но он очень и очень нелегкий, а посему он требует от человека соответствующего запаса энергии, здоровья, энтузиазма и так далее. И вот сегодня о том, как работая в нашей непростой, нелегкой, интересной, но нелегкой отрасли не только не растерять здоровье, а наоборот сохранить и приумножить, нам расскажут наши спикеры Александр Ермоленко и Оксана Фисенко. Это люди, известные в спортивных кругах, перечислять все их титулы я не буду, в общем-то это очень и очень непросто. Я просто передам им слово, а перед этим давайте поприветствуем наших спикеров. Здравствуйте, дорогие друзья, мы рады вас видеть, Оксана Фисенко и я, Александр Ермоленко. Сегодня поделимся с вами своими знаниями, своими наработками в сфере здорового образа жизни или, как сейчас модно говорить, фитнеса. Само слово фитнес, краткий экскурс, обозначает систему совершенствования и приумножения здоровья путем сочетания тренировок, правильного питания и методик восстановления. По оценкам специалистов, здоровье человека, наше с вами здоровье, здравствуйте, зависит на 50-60% от нашего образа жизни, на 20% от экологии, которая нас окружает, на 20% от нашей генетической предрасположенности и только 10% нам может обеспечить родная система здравоохранения, то есть медицина. Поэтому больше, чем наполовину здоровье, самочувствие, настроение это в наших руках. Итак, фитнес, нагрузки в фитнесе. Тут все очень индивидуально, нагрузки подбираются, исходя из вашего исходного состояния здоровья, противопоказаний, особенностей строения мышечной системы, скелета и так далее. Почему возникла необходимость, скажем так, в наше время, вернее она существовала всегда, но в наше время особенно актуально, заниматься своим здоровьем для всех здравомыслящих людей, заниматься фитнесом в любом из направлений, то есть тренажерный зал, бассейн, пилатес, йога, стретчинг, аэробные классы и так далее. Все мы знаем, что в наш век очень большие информационные нагрузки, даже, скажем так, перегрузки психологические, при том, что большой дефицит двигательной активности. Поэтому, чтобы сбалансировать наше развитие, оптимизировать все процессы, чтобы обеспечить хорошее самочувствие, жизненно необходимо заниматься спортом. И мы сейчас вам расскажем в деталях, как это лучше делать, на что обращать внимание. Сразу скажу, что давайте мы отойдем от формата какого-то такого доклада, а потом какие-то вопросы. Можно сразу по ходу встречи будет задавать вопросы, пока вы их сформулировали в голове и не забыли. Мы будем с Оксаной отвечать на эти вопросы. Сначала немножко, немножечко, самая малость грустной статистики. То, что лично меня волнует особенно, это то, что в нашей стране, в частности, во всем мире, как бы в силу каких-то пагубных привычек, люди существенно сокращают и качество, и продолжительность жизни. В частности, в Украине, например, если взять альтернативы какие-то времяпровождения спорту, фитнесу, не знаю, посиделке с пивом перед телевизором, где-то там какие-то... То есть, статистика неумолима. В нашей стране от проблем, связанных с табакокурением, такой умирает порядка 110-120 тысяч человек. Это, скажем так, я родом из Тернополя, такого небольшого городка. Это каждый год один Тернополь просто вымирает. Это, на самом деле, очень большая цифра. Кроме того, каждый пятый практически человек в Украине как бы страдает проблемой, связанной с алкоголем. И порядка 17% смертей идет от проблем, связанных с табакокурением и алкоголем. Что предлагает взамен фитнес? То есть, занятия спортом, тренажерном зале и т.д. и т.п. Предлагает хорошее самочувствие, хорошее настроение, хорошее настроение, крепкую иммунную систему, развитие мышечной системы человека, выносливость, все то хорошее, что пригодится вам в работе. Потому что фитнес сейчас, это не только какая-то блажь для богатых, это тренд. На самом деле, доказано, что люди, которые занимаются спортом, они эффективнее работают на рабочем месте, у них выше произведительность труда, они более уверены в себе. и работодатели, по крайней мере, ведущие корпорации мира, идут им навстречу. Для них покупаются клубные спортивные карты корпоративные, для них, скажем так, в отличие от курящих людей, более выгодные условия страхования, если разбирать пакет, как бы при поступлении на работу. И наоборот, для тех людей, кто имеет какие-то проблемы, именно связанные с вредными привычками, страховка, как правило, дороже обходится. Вот, поэтому давайте же мы будем рассматривать, рассматривать особенности трех китов, на которых базируется здоровый образ жизни или фитнес. Это тренировки, питание и восстановление. Вот. Начнем. С чего начнем, как вы думаете? С питания. Ну, давайте начнем с питания. Да. Да, да. Это очень актуально. Актуально. Ну, сейчас вы даже сможете попробовать то, что будет вкусно. А вот насчет второй части фразы, да, сложно сказать. Я сейчас передам микрофон Оксане. Она вам расскажет о питании. Она сейчас немножечко такое сделает крен для прекрасной нашей половины человечества, для девушек. Расскажет на своем опыте, что такое правильное и здоровое питание. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Оксана Ефисенко. Хочу начать, вот, если всех интересует тема питания, начнем с питания такого самого глобального, да, вот что касается девушек. Все мы очень любим покушать, вкусненько покушать, особенно когда у нас есть такие неприятные дни. И мы начинаем топтать потихонечку, тихо, вечером, в холодильничку, подойти, посмотреть, что же там у нас творится, что я забыла поесть, что я забыла приготовить. Правильное питание – это разнообразное питание. Нет такого понятия, что если ты на правильном питании, то ты сидишь, кушаешь одну грудку, запихиваешь в себя брокколи, при этом запиваешь зеленый чай. Совершенно неправильно. Правильное питание – это ваш образ жизни. Если вы уже решили вступить на тропу красивой фигуры, хорошего самочувствия и всегда в прекрасном настроении, то это вот стиль жизни. Хочу немножечко так отойти от темы по поводу диет. Девушки, если диета имеет название, она уже не рабочая. Вы на диете сидите, мучаетесь, не кушаете ничего, отказываетесь от того же кусочка сахара, от того же одной печенюшечки, маленький кусочек черного шоколада. По итогу, когда вы сходите с этой диеты, вы начинаете натаптывать, вы начинаете протаптывать себе путь к так называемому маятнику. Вы получаете обратно свои килограммы, и плюс к этому ко всему дополнение еще. Правильное питание состоит из углеводов, белков и жиров. Очень важны три составляющие, которые в принципе есть во всех продуктах, и не надо что-то убирать, что-то добавлять, то есть не надо ничего придумывать. Это придумали уже до нас, мы просто рецепты придумываем, скажем так. Так, хочу разобрать каждый отдельный пункт. Углеводы. Углеводы – это наша энергия. Убирать углеводы бессмысленно, как и для мужчин, так и для женщин. Только соревнующиеся спортсмены убирают углеводы, и то за пару дней до соревнований. Углеводы – это вот если рассмотреть машину, это наш бензин. Не зальешь бензин в машину, ты никуда не поедешь. Соответственно, так и углеводы. Не дашь себе утром или в обед углеводы, ты ничего не сделаешь. Голова не варит, состояние сонное, тебе ничего не хочется, депрессия. И вечером ты приходишь, наедаешься этих же углеводов, только в два раза хуже, шоколада, печенье и тому подобное. Белки – это наши мышцы, аминокислоты, которые попадают в наши мышцы. И даже просто, чтобы иметь красивое подтянутое тело, никто не говорит накачанное тело, подтянутое тело, нам нужны белки. И, соответственно, жиры. Для женщины очень важны правильные жиры. Не будет жиров в организме, не будет красивых ногтей, не будет волос, не будут наших женских дней и тому подобное. В принципе, так же для мужчин. Если вы убираете жиры, то у вас то же самое происходит. Слоятся те же ногти, желтеют зубы и начинает непонятно, что творится с кожей. По питанию, питание должно быть дробное. Чем больше вы даете организму еды, тем оно вам отвечает благодарностью. Чем больше, это имеется в виду чаще. Питаться нужно небольшими порциями, хотя бы 4 раза в день. То есть, это должно быть 3 основных приема пищи – завтрак, обед и ужин. И небольшой перекус. Это вы для себя решаете. Либо это будет в первой половине дня, либо это будет во второй половине дня. Что еще хочу заметить по поводу питания, что не надо баловаться разудочными днями. Это, в принципе, никогда никому не помогало. Вы целый день сидите, пьете кефир, кушая при этом огурчики, грубо говоря, и по итогу на следующее утро ваш завтрак составляет не 100 грамм овсянки или 50 грамм овсянки и кусочка рыбы, нормальной жареной картошки, нормального мяса. Сидите, номинаете, и идете при этом с полным животом на работу, и опять тоже состояние. Вы хотите спать, у вас ничего не получается, вы ничего не хотите, и все. Надо собирать вещи и идти домой. Питьевой режим. Самое главное, что есть в человеке, это вода. Все знают, что меньше воды, меньше понимания того, что происходит вокруг. Еще одно очень важное, что я забыла сказать, это клетчатка. Очень важна клетчатка. Любая, будто один огурец, будто брокколи, но с каждым приемом пищи должна быть кусочек клетчатки. Тем более, если вы решили попробовать так поэкспериментировать, сделать 30 грамм углеводов и чуть-чуть себе увеличить белочка. Нужно помогать желудку, нужно помогать почкам, давать при этом клетчатку, чтобы была водичка, переработать это все. Питьевой режим должен составлять не менее 2,5-3 литров воды. Это как очень наш. Это вы можете чай, кофе, кофе не читается, чай несладкий, зеленый, вода, вода с лимоном. Все, что вы хотите, вы можете выпивать в течение дня, 2,5-3 литра воды. Очень важно. Нет в организме воды, в принципе, что засоряется организм вашей едой и оно никуда не девается. 80% тренировок – это еда. 80% хорошо выглядеть – это еда. 20% – это тренировки. Но без тренировок вы тоже не сможете хорошо выглядеть. То есть нужно соотношение такое иметь. В принципе, то, что я хотела по питанию сказать. Позвольте себе немножко… Да. Большой эффект. Он, в принципе, не сильно сливает воду, но от одной-двух чашек там все будет хорошо. Если выпиваешь больше, печень начинает болеть, если выпиваешь больше, там много железа в кофе, сердечко начинает болеть. И, соответственно, ты все время сливаешь, 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 а пополнения никакого нет. То есть кофе… Кофе в воду не считаем. Да, немножко позволю себе дополнить для тех, кто все-таки не вполне представляет. Допустим, вот эти макронутриенты, названные Оксаной, то есть белки, жиры и углеводы. Давайте мы их разберем по пунктах. Углеводы – да, это энергия, это бензин. Значит, как и белки, как и жиры, есть хорошие углеводы и плохие углеводы. Так условно говоря, к хорошим углеводам мы причисляем все то, что имеет, скажем, максимально природное происхождение. Например, мы имеем там овсянку, гречку, рис, мы имеем овощи, фрукты. Ну, если брать такой аспект, скажем, для стройной фигуры, возможно, не все фрукты. То есть все то, что произрастало как бы из земли, это природные углеводы, которые как бы живое для живого максимально хорошо усваиваются человеческим организмом и дают желаемый эффект. Здесь у нас есть такой слайдик, сейчас мы вам продемонстрируем. Вот он у нас. Значит, мы здесь видим, что мы здесь видим так называемые дары природы, злаковые, значит, и продукты из них сделаны. Это хлеб из муки, там, грубого помола, либо, значит, отрубной хлеб. Мы видим здесь овощи и фрукты, как я говорил. Это хорошие углеводы. Плохие углеводы, если можно так выразиться, это то, что уже сделано из, возможно, даже из хороших углеводов с добавлением сахара, консервантов и прочее. Это все, ну, как это не прискорбно, конфитюшки, шоколадки, мармеладки, пирожные, мороженые. И, скажем так, все то, что очень вкусно. Есть даже на счет пословицы, что Бог дал нам пищу, а черт кулинара. Вот, поэтому хорошие углеводы нужно употреблять, если брать, так сказать, в процентном отношении порядка 80-90% в суточном рационе. Мы сейчас расскажем, как рассчитать, как это может выглядеть на примере конкретного плана питания. Вот, все прочее должно идти порядка, ну, 10-12-15%, но не наоборот, потому что у многих превратное понимание, скажем так, питания, то есть завтрак у них может быть круассантом с кофе, на обед бутерброд, я говорил, кот матроскин неправильный какой-то, вот, и на ужин там жареная картошечка, вот, конечно, мы есть отражение той пищи, что мы употребляем, есть пословица другая, это то, что ты ешь, да, допустим, то есть, если ты ешь пищу, такую, скажем так, перегруженную консервантами, солями, сахаром, соответственно, телосложение будет отражать это все, то есть будет больше жировой массы, меньше мышечной, вот, человек будет страдать отдышкой, будет выглядеть, скажем так, не совсем возможно, так как он хотел бы выглядеть, вот, поэтому все-таки придерживаемся, если взять вот эту пирамиду здорового питания, давайте будем сразу запоминать, мы придержимся того, что росло там, бегало там, по земле и так далее, это что касается углеводов, вот, белки, белки, как говорил другой классик, это есть способ существования живых тел, то есть, Генгельс, говорил, значит, белки, опять-таки, предпочтение отдаем натуральным белкам, это птица, вот у нас тут птица, яйца, рыба, нежирная говядина, из растительных белков, это в какой-то мере чечевица, бобовые, вот, нежирный творог обязательно, как источник кальция, обезжиренный творог, ну, условно, плохим белкам можно назвать источники мяса высокожирные, ну, условно, потому что их иногда тоже нужно кушать, но не постоянно, это баранина, это свинина, особенно, подвергшиеся такой обработки, еще, скажем так, сдобренные, так сказать, дополнительно каким-то жиром, кетчупом, майонезом и так далее, с этих белков вы ничего, кроме повышенного уровня холестерина и нагрузки на сосуды не получите, поэтому их, опять-таки, по минимуму, так называемые, возможно, в какие-то дни, когда вы захотите чем-то себе побаловать, вот, и жиры, опять-таки, мы имеем хорошие жиры, которые дают нам здоровье гормональной системы, внешнее, хорошее, такое благополучие, так скажем так, и плохие жиры, хорошие мы отнесем жиры, которые содержатся в яичном желатке, которые содержатся в маслах, там, подсолнечное, или иное, оливковое масло, которое содержится в орехах, семечках, в морской жирной рыбе, там, ну, скажем так, плохие жиры, это жиры, которые получаются при, иногда даже при, значит, термической обработке хороших, это, скажем так, когда обжаривает вам чебурек какой-то, в солнечном масле, 25 раз уже, 25 партия, это когда, опять-таки, все эти кетчупы, майонезы, с непонятным процентом жира, который ложится красивым, красивым слоем жирка на вашу фигуру, вот, такие вещи, безусловно, может, они вкусные, но, скажем так, их нужно употреблять, их можно употреблять, вы же не спортсмены, в конце концов, но по минимуму, по минимуму. Вот, ориентируемся на эту пирамиду, для хорошего самочувствия, и мы здесь видим, да, максимум овощей, фруктов, клетчатки, значит, злаковых, значит, это, если брать рацион, скажем так, здорового человека, который не пытается из себя, как бы, согнать 10-20 килограммов, значит, 60% мы отводим примерно под углеводы, калорийность общая, 25-30% мы отводим под белки, и 10-15%, безусловно, под жиры. Вот, у тех, кто хочет трансформировать, то есть сделать более стройную фигуру, будет другая пропорция. Вот, это что касается качественной стороны рациона, скажем так, есть еще одна группа продуктов, которая называется на языке спортсменов, или там, энтузиастов, здорового образа жизни, английским сочетанием, там, трэш-фуд, или джанк-фуд, это грязная пища, так называемая, это то, что перегружено в край, там, сахаром, это сладкая газировка, это то, что подают нам Макдональдс, это какие-то немыслимые сочетания продуктов, вот, это такие вещи, привычные нам всем с детства, как, возможно, опять-таки, шпроты, какие-то консервы в масле, вот, это очень, очень, скажем так, пагубно сказывается на фигуре, да, и на общем здоровье, хотя, безусловно, это вкусно, да, поэтому, подобные продукты должны, скажем так, появляться на вашем столе, ну, скажем так, не очень часто, если вы заботитесь о своем здоровье, вот, это что касается питания, по питьевому режиму добавлю, что кроме, скажем так, чая, воды, воды с лимоном, вы можете делать, значит, отвары, так называемые узвары, то есть, брать сушеные яблочки, брать, значит, сделать такие тоже питательные узвары, то есть, они минимальной калорийностью отличаются, да, без сахара, естественно, здорово насыщает ваш организм, вот, и дают вам столь необходимое для упругости кожи, для, ее, скажем так, хорошего состояния, для наполненности мышц, для тех, кто заботится мышечным развитием, дают, скажем так, очень важный элемент, да. Заменитель сахара, да, это хороший, хороший вопрос, значит, в последнее время они широко используются, то есть, изначально разрабатывались для диабетиков, но сейчас многие энтузиасты здорового образа жизни также пользуются этим продуктом, есть несколько заменителей сахара, сукрозит, на основе, значит, есть на основе цикломата, заменители, то есть, это то химическое вещество, которое, которое, скажем так, является действующим веществом, я скажу так, что, если, если вы привержене сладкой пищи, безусловно, на первом этапе можно прибегнуть к таким продуктам, хотя у них есть свои большие минусы, главное, как бы, знать меру, то есть, ну, вот, я берет, там, подготовил соревнования, используя, когда заменители сахара, в частности, сукрозит, это израильский препарат, думаю, это нация, скажем, более других заботится о здоровье своих сограждан, поэтому выбрал именно такой, да, вот, есть еще такой продукт, стевия, вот, про стевию, можешь сказать несколько слов, про стевию, стевия, специфический продукт, таблетированный, либо жидкое, вот, это более такой растительный, есть такой продукт, да, есть, если вы любите сладкое, какие-то там десертики, да, или же в кофе, там, пару капель можно добавлять, это натуральный продукт, это растительный продукт, его, в принципе, все вот, действительно, спортсмены больше сейчас переходят на стевию, но, единственный у нее минус, как мне показалось, у нее непонятное послевкусие, и от нее сушит, если обыкновенный сахарозаменитель, вы там больше трех таблеток бросите себе в чай, он тоже будет сушить, но стевия, она имеет вообще сама по себе такую, она растительная, да, если она вам подходит по вкусу, я говорю свое мнение, что она мне просто не понравилась, если она подходит по вкусу, вы можете, вот как вы говорите в аптеке, заваривать себе чаек, и перебивать там, хотение сладкого, ну, конечно, она отвечает эликемическим индексом, у нее выше, у фруктозы меньше, чем у сахара, фруктозы ниже, я хочу еще дополнить для тех, кто некий промежуточный вариант, хочет подобрать, заходите, подобрать некий промежуточный вариант, есть еще бразильский тростниковый сахар, который можно, скажем так, при переходе с белого сахара на, ну, какие-то такие вот продукты, типа сукрозиды использовать, вот, он, скажем так, может использоваться для любителей здорового образа жизни, для не спортсменов, то есть, безусловно, может использоваться и менее вредный, чем сахарозаменители, вот, это мы с вами коснулись, как бы, да, 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 алкоголь, алкоголь в контексте здорового образа жизни, я хотел вообще вот, небольшую ремарку к замечанию девушки по поводу сахарозаменителей, а такие дискуссии точатся не только вокруг сахарозаменителей, но вокруг любого нутриента, полезен он или вредный, начиная от кофе, чая, там, алкоголя, да, допустим, всегда есть два мнения, там, полезно, вредно, вот, французские ученые, там, нашли, что вино там полезно, для того-того-того-того, кто-то нашел, что вредно, любой алкоголь, здравствуйте, вот, по поводу конкретно вина, что можно сказать, я думаю, что, все-таки, в умеренных количествах, в умеренных количествах, хорошее вино, больше способствует здоровью, чем, скажем так, препятствует, вот, ну, имеется в виду, не ежедневное употребление, хотя, там, ряд исследований показывают, что именно, там, употребление ежедневного, какого-то количества красного, качественного вина, там, улучшает кроветворение, повышает уровень кемоглобина, там, железо и так далее, вот, но, скажем, лишать себя в полной мере, определенных, скажем так, радостей жизни, даже если вы посещаете зал, я думаю, это неправильно, то есть, другое дело, жесткий спортивный режим, то есть, я думаю, там, один-два раза в неделю, можно, скажем так, для успокоения, да, можно употребить, скажем так, если есть к этому привычка, если нет, я думаю, да, не стоит ее формировать, то есть, да, лично, как бы, я против, скажем так, на регулярной основе не употребляем алкоголь, скажем так, своим причинам, вот, здесь он несколько вынесен, да, за график, вот, пора, как и вода, видно, потому что здесь то, что жуется, а не то, что пьется, изображено, да, допустим, вот, значит, мы, еще раз подытожу, сказанное по питанию, с вами разобрались, с таким вопросом, как количественный и качественный состав макронутриентов, это белки, жиры, углеводы, немножко про клетчатку еще, источники клетчатки, значит, мы можем использовать непосредственно овощи, это капуста, это брокколи, это у нас будет морковка, свекла, там, некоторые виды фруктов, богатая клетчатка, если вы заботитесь о фигуре, это, в основном, конечно, будут там яблоки, там, и продукты, опять-таки, с невысоким гликемическим индексом, вот, но я сторонник, я сторонник, как, даже как спортсмен, того, чтобы, вот, в сезон, в сезон употреблять максимум фруктов, ну, понемножку каждый день, то есть, нет такого запрета, то есть, я думаю, если не ставятся жесткие задачи коррекции веса, то есть, сегодня вы можете съесть, там, 200 грамм, таких-то фруктов, амбрикосов, завтра клубники, после завтра малины, потому что, ну, мое мнение, скажем, что, вот этот витаминный спектр, нужно получить в свое время, на не зиму, из консервированных продуктов, ну, из той же малины, там, консервированной, и так далее, вот, по клетчатке все, значит, теперь хотелось бы рассказать, на примере конкретного рациона, как все-таки, вот, конкретному человеку, который, вот, решил с завтрашнего дня начать правильно питаться, заниматься фитнесом, заниматься своим здоровьем, как ему выстроить свой рацион, сейчас Оксана немножко меня подменит, завтрак, завтрак, очень важный прием пищи, пожалуйста, расскажи нам о своем завтраке, о своем, тогда люди убегут отсюда, в идеальном завтраке, как он должен выглядеть, завтрак в любом случае должен быть, если вы не позавтракаете, то через два часа, ваш организм, будет вам стучать колокола, и говорит, корми меня, корми меня срочно, вот прямо сейчас, вот я хочу эту булочку, и мне наплевать, что ты там питаешься, а у мальчика он будет кричать, дай пожрать, да, ну мы же девочки, вот, будет кричать, корми меня, корми, мне все равно, что ты там на питании сидишь, вот я хочу эту булочку, вот смотри, какая она красивая, и вы слушаете свой организм, вы идете, покупаете эту булочку, вы ее кушаете, вы получаете удовольствие, класс, супер, следующий ваш прием пищи, за счет того, что вы съели много сахара, это все-таки белый хлеб, там эта булочка, да, какая-то она сдобная, будет, ну, минимум через часа, через часа, то есть поздно вечером, после работы, вы уже придете, блин, да, надо же покушать, наверное, и опять садитесь, скрываете холодильник, и то, что у вас там лежит, приготовили мужу, парню, или там, грубо говоря, себе, чуть-чуть себя побаловать на субботу, ну, вы начинаете это топтать, поэтому питание должно быть дробным, я тоже говорила, минимум четыре раза в день, утром вы проснулись, вы съедаете какую-то кашку, обязательно должна быть каша, обязательно должны быть углеводы, даже если вы не хотите, вы должны себя впихнуть, извините за выражение, это может быть небольшое количество каши, но это должна быть каша, для того, чтобы вы проснулись, для того, чтобы ваш мозг начал работать, по белку, это вы уже, там, по рыбке, яйцам, и белочным нашим продуктам, это вы уже смотрите по себе, хотите вы их или не хотите, и я рекомендую, я вот так вот питаюсь, и мне от этого очень хорошо, я получаю море удовольствия, от того, что по итогу животик целый день не бурчит, не болит, и нет никаких проблем, утром салат, то есть какую-то клетчатку с льняным маслом, там, столовая ложка или десертная ложка, оливковое масло, там, кунжутное тоже масло, масло авокадо, это все масла, которые очень хорошие для человека, который хочет поддержать свой внешний вид на отличной форме, и сахар, и кофе без сахара, манная кашка не подходит, потому что в ней ничего нет полезного, это просто какая-то крупа, она совершенно не подходит, я рекомендую овсянку, гречку, рис, я даже не рекомендую кускус, он очень вкусный, он действительно очень вкусный, но это перемолотый, то ли это порошок от манки, то ли это крупы манки, ну, как бы тоже бессмысленная, ну, почитая ее составы, почитать дальше все, что пишется там в интернете, я много, я одно время на нее посела, и не могла понять, почему я ее ем, это же диетическая кашка, почему я не могу ее, почему я поправляюсь, хотя при этом ничего больше не ем, и по итогу, прочитав все остальное, я поняла, что кускус, это просто переработанное что-то, это может быть, вот эта вот крупа остается от пшеницы, поэтому по итогу она ничего полезного тоже не приносит, можно также молочные каши, геркулес, да, геркулес, желательно, там, ну, желательно не быстрого приготовления, и не мюсли, не фитнес, вот эти вот, которые в пачках так красиво у нас стоят, на прилавках, я все время прохожу, думаю, ну, это же фитнес, ну, можно же, почему нет, оказывается, там сахара больше, чем само это овсяночки, или там вот этих мюсли, следующий ваш перекус, это может быть, опять-таки, на ваше усмотрение, либо йогурт, но желательно без добавок, так, чтобы вы понимали, в йогурт, в сладких йогуртах, не живут никакие бактерии, в сахаре бактерии просто не живут, лучше купить йогурт, та же активия, я сейчас смотрю, появилась полтора процентная, активия, туда накрешить сезонных, прекрасных фруктов, и выпить вкусный, здоровый йогурт, яблоко, грейпфрукт, можно также орешки, то есть это все, обед, ну, у меня обед из остатков моих углеводов, моей кашки, которая у меня получилась, там за день мне можно скушать, и тут я уже по-любому включаю белок, там, курица, рыбка, тунец, в собственном соку, если не могу найти ничего там приготовить, я веду магазин, покупаю тунец в собственном соку, сажусь его просто и кушаю, и опять-таки клетчатка, то есть я стараюсь принимать клетчатку, хотя бы три раза в день кушать, также тут тоже идет ляное масло, у меня просто ляное масло, я его употребляю, очень люблю, но уже чуть-чуть поменьше, уже чайная ложка на там небольшую тарелочку салата. Потом, может быть, опять перекус, тут тоже на свое осмотрение, творог, яйцо, смотрите по себе, как, насколько вы хотите есть. И вечером, приходя домой, или же там будучи на работе, там легкий мой ужин, белок, я не ем творог вечером, я ем мясо, или же рыбу, больше даю предпочтение рыбы, потому что она легче переусваивается, и даже если вы покушаете в 9 часов вечера, в 12 вы ложитесь спать, вы не ложитесь с набитым животом, вы ложитесь в меру там покушанным, то есть вы себя нормально чувствуете, и опять-таки клетчатка. То есть у меня клетчатка практически во всех приемах пищи, я очень люблю все овощи, фрукты, и стараюсь их всюду, 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 даже иногда прихожу на тренировку с яблоком в зубах, бывает. Спасибо. Самое главное, да, спасибо Александру. Самое главное, надо запомнить правило, что не запивать пищу. Не запивать. Вы разбавляете желудочный сок, и просто желудок, он не работает. Вы набросали туда еду, запили это все водой, весь сок, который должен выделяться на усвоение этой пищи, он просто куда-то, куда-то одевается, он разбавляется с водой, и эта еда у вас начинает бродить. И от этого воображения у вас появляется и вздутие живота, а девушка, если хочет вечером одеть красивое, обтягивающее платье, она просто его не оденет. 40 минут, минимум 40 минут. Лучше всего есть такая схема, утром на тощах выпиваете стакан, миллилитров 300 теплой воды, для того, чтобы пробудить свой желудок, чтобы ЖКТ, чтобы ЖКТ наш начал работать. Ну, ночь спит, вы идете утром, первым делом что делать? Умываетесь, ну, после процедур, да? Умываетесь, то есть начинаете смотреть вокруг себя. Ага, все, я проснулся, теперь можно и покушать. Так же и желудок. То есть вы проснулись, он все еще спит, нашему желудку, по-моему, если не ошибаюсь, нужно 2 часа, чтобы проснуться, вообще организму. Вы проснулись, все внутри еще спит, вот вы начинаете пихать в себя кофе на сухомятку, там, ту же кашу овсяную, с какой-то там, с печенюшками, да? А желудок не понимает, что вы хотите. И он, не проснувшись, вот тут все набилось, оно никуда просто не упадет. Выпивая стакан воды теплой, не горячей, именно теплой, желудок начинает работать. Ну, во-первых, чем лучше выпивать перед едой, там, стакан воды, тем, что желудок заполняется этой жидкостью, и вы съедаете уже меньше. То есть, вот это вот для девушек тоже такой секрет, знаете, не знаете, но вот я для себя его открыла и очень им довольна. Поэтому вот, и есть такая вот система, выпивать за 15-20 минут до приема еды, даже до легкого перекуса, стакан воды. Ну, пусть даже не стакан, пусть там 4-5 лотков выпить. Это просто... Ну, до еды? До еды нет. После еды не пить. После еды не пить. Ну, наверное, это будет индивидуально для каждого, если вы чувствуете, что вам нужно раньше воду употребить, потому что там какие-то не те симптомы, когда вы едите, еще там вода булькает, говоря. Ну, я думаю, можете раньше употребить. Да, насчет супов, Николай. Значит, скажем так, действительно, скажем так, классическая такая система питания, фитнесе, в крайней мере, американизированный вариант, базируется на такой сухой пищи, между приемами пищи следует прием воды, там, жидкости и так далее. В нашей кухне присутствует такое понятие, как супы. Более того, я только за, скажем так, употребление супов. Я думаю, что, скажем так, если не преследуется цель, опять-таки, жесткой коррекции веса, то каждый второй-третий день вы можете один из приемов пищи, скажем так, заменять супом. Если вы, скажем так, как парень, ставите задачу наращивания мышечной массы, обязательно в супе должен плавать хороший кусок мяса, если вы не вегетарианец. Да. Ну, а также там, на ваше усмотрение, можно взять макароны из муки, грубо, по молотам борила, можно взять одно-две картофелина и добавить все остальные ингредиенты. Будет хороший питательный суп. Вот, он вполне может заменить прием пищи, скажем так. Я только за супы. Теперь, возвращаясь к вопросу, значит, Оксана рассказала о питании в дневном рационе на своем примере во многом для девочек, для девочек, которые следят за фигурой. Вот, у нас еще есть мальчики, которые хотят, возможно, ну, сейчас два варианта. Рассмотрим, набрать мышечную массу, либо опять-таки сбросить, сбросить жировые отложения, немножко так поменять композицию тела, возможно, даже подкачаться. Начнем с тех, кто хочет набрать. Вот, таких, я думаю, большинство из тех, кто приходит в тренажерный зал молодых людей, лет до 20, до 25, вот, как построить рацион в таком случае. Значит, первое, что нужно, после того, как вы определили вашу цель, нужно вычислить необходимое количество калорий. Что такое калории? Это единица энергии, которая к нам поступает с пищей. Это такое условное понятие. Есть таблица калорийности продукта, все вы их видели. Значит, калория рассчитывается следующим образом. Вы берете ваш вес тела, вес тела в килограммах. Есть определенные формулы вычисления, так называемого, базового обмена веществ. П-О-В. Боу. Боу, да. Базового обмена веществ. Он вычисляется по формуле вес тела в килограммах умножить, ну, есть несколько формул, есть более точные. Самое грубое, это умножить на 24. На 24 там значит, вы получаете суточную калорийность, при которой у вас не будет ни прироста веса, ни уменьшения веса. Это базовый обмен веществ, при котором организм находится в равновесии. Вот. если вы хотите набрать мышцы, набрать мышцы, так сказать, возмужать мышечно, вам, безусловно, нужно эту калорийность увеличить процентов на 20-30. Вот. Поэтому мы в конце нашей встречи раздадим вам материалы, где указаны, значит, все эти формулы указаны, как вычислять и базовый обмен веществ, как корректировать рацион, как, значит, качественные и количественные составляющие определять. Значит, второй шаг, вы, вот эту калорийность возросшую, должны конвертировать конкретные белки, жиры и углеводы. Значит, опять-таки, в раздаточном материале будет фигурировать таблица, где указана калорийность каждого из нутриентов и белков, и жиров и углеводов, а также процентные соотношения. Например, там, при работе на массу вы употребляете порядка тех же 60% углеводов, порядка 25-30% белков и 10-15% жиров. Путем несложных математических манипуляций вы вычисляете конкретное количество граммов белков, жиров и углеводов, которые вам необходимы. Значит, и по таблицам можно подобрать, сколько это будет конкретно в куриных грудках, яичных белках, там, злаковых, овощах и фруктах. Если у вас есть с этим, допустим, возникнут какие-то затруднения, мы вам оставим наши координаты, в Facebook или email, и поможем подобрать рацион, индивидуальный, исходя из вашего веса. Вот, пока я общую схему начертал вам. Вот, и составив таким образом схему питания, молодой человек, который хочет набрать мышцы, получит в итоге примерно следующее, завтрак. Завтрак. Здесь уже, скажем так, жизненная необходимость, я немножко еще по-другому расскажу. Значит, завтрак, после того, как вы, грубо говоря, 8 часов провели в состоянии сна, организм израсходовал питательные вещества, завтрак – это жизненная необходимость для тех, кто хочет набрать мышцы. Тут уже без вопросов, обязательно никаких круассанов и прочих модных вещей, обязательно хорошая порция каши, обязательно белок, который замедлит усвоение углеводов, который даст также, скажем так, поддержку вашей мышечной системе. Уже мы приходим к необходимости употребления простейшего витамина-минерального комплекса, то есть мы немножко не касались пока этого вопроса витамины и минералы в рационе человека, который ведет здоровый образ жизни. Замечу, что помимо овощей и фруктов, которых, в принципе, не так уж и много, там счет идет на миллиграммы витамины и минералов. Сейчас распространенная практика и на Западе, да и у нас принимать витамины и минеральные комплексы. Это простейшие добавки, которые продаются в аптеках, более серьезные продаются в магазинах, специализированных по спортивному питанию. Если вы, скажем так, имеете какое-то предубеждение против спортпита, о чем мы поговорим позже, вы можете воспользоваться аптечными препаратами, таким как Супрадин, Дуавид, либо, Павел, вы принимали насколько я знаю, какой препарат витаминно-минеральный. Форматон, да, совершенно верно. Да. Форматон, да, я помню, что я начинал, будучи еще студентом, с Дуавито, простейшего, по-моему, то ли словацкого, то ли чешского препарата. Потом я использовал Супрадин долгое время, ну и уже занявшись спортом, более профессионально перешел на различные, скажем так, как Animal Pack и прочее, там, об этом чуть позже. Вот. Значит, завтрак. Углеводы, хорошая порция каши, также из углевода вы можете подбросить бананчик, обязательно. Белки, как правило, это легкий с вами белок, там яичный, вот. и, скажем так, еще желательно, если человек с трудом набирает вес, какие-то жиры, это может быть кусочек желтого сыра, то и два. Вот. Второй прием пищи через часа два-три, по ощущениям, после первого, рекомендую порцию хорошей, нежирного или маложирного творога, плюс яблоко, или опять-таки банан. Вот. То есть, очень важна системность в питании для набора веса, уважаемые мужчины. Системность, это когда вы изо дня в день даете организму нужные вещества, примерно в одно и то же время, он их видит, он их начинает усваивать. Пищеварительная система, значит, ферментная система адаптируется, вырабатывает уже ферменты в необходимом количестве, и, скажем так, после этого следует какой-то отклик. Если приемы пищи там рваные, то есть, сегодня я поел там пять раз, завтра я поел два раза, потом я поел там семь раз, думаю, так не работает организм, он работает, довольно инертная система, ему нужно четко давать примерно, вот, как есть определенный алгоритм, возможно, в составлении, ну, точно есть программы или какие-то правила, так и здесь, в фитнесе, там, в атлетизме есть определенные правила питания. Вот. Следующий прием пищи, это уже традиционные, там, может быть, рис, куриное мясо с клетчаткой, с овощами, вот. Такой же прием пищи, там рис плюс мясо, пусть не куриное, пусть там тунец или там говядины порция, следует еще через 2-3 часа, значит, и ужин уже преимущественно, преимущественно белковый, это отварная рыба, либо опять-таки, какой-то из разновидностей мяса, либо опять-таки, порция творога, что вам больше, так скажем, по вкусу, если там рыба или мясо с овощами, если творог, то, в принципе, можно немножечко подбросить изюмов, порезанного кураги, вот, орешков, но в меру, в меру, да, должен быть виден творог между изюминками, да, а не наоборот, вот, теперь рассмотрим вариант питания для, да, да, эктоморф, да, есть такая диета, называется визуальная, то, что вижу, то и ем, человек смотрит, покупает, нет, я вам скажу так, что все-таки, даже для эктоморфа, значит, нужно, значит, порядка 80% углеводов, хотя бы, из правильных источников брать, вот, то есть, так называемые шлаковые углеводы, вот эти, должны составлять меньше, они нужны, я не спорю, то есть, бывает такой организм, что все сгорает, там, это не повод, не повод заливаться сахаром, то есть, раскачивать свою поджелудочную железу, вот этими приемами сахара, то есть, будет, то выбрасывать, сирентон, будет резко падать, вот, человек, в принципе, на другие риски, так скажем так, натыкается, вот, и, что касается, режима питья, обязательно, обязательно пресловутые, 3 литра жидкости, как бы это ни звучало, тяжело, я, в принципе, четко отмеряю себе, бутылка, сколько я должен выпить, ну, айтишникам скидка, 2,5, потому что, оно нереально звучит, но на самом деле, если вы не будете пить, вы, кроме элементарного, то есть, неспособности потянуть, какую-то тренировку в зале, будете ощущать общую такую слабость, разбитость, это все есть симптомы обезвоживания, то есть, была такая книга, одного из авторов, там, американских, Batman Held, «Ваше тело просит воды», он пишет, что часто люди, которые, пребывают в состоянии обезвоживания, в том числе скрытого, они воспринимают сигнал тела насчет воды, как сигнал поесть, то есть, тело сигнализирует, что хочет воды, что человек не напивает в день нужного количества, человек думает, что голод и ест, вот на этом развивается определенное переедание, то есть, есть такое, поэтому, пьем достаточно жидкости, и мы заметим, что, возможно, уже заметим, если завтра начнем пить, нормально, что количество еды в тарелках немножко уменьшилось, вот, да, ну, смотрите, да, что касается режима сна, тут у каждого свой индивидуальный график, и есть какие-то нормы там прописанные, где-то там, медицинских справочников, есть реальная жизнь, я думаю, что не каждый день у вас получается два часа спать, я бы рассматривал это скорее как форс-мажор, вот, и в этот день планировал, если тренировку, то очень легкую, либо там кардионагрузку, либо просто перенес занятие на другой день, если же, скажем, вам все непременно захотелось позаниматься, и не удалось отдохнуть днем, просто дайте адекватную нагрузку, если вы планировали потренировать там нижнюю часть тела, ноги, значит, потренируйте что-то другое, там плечи или руки, там сделайте кардио, потому что, скажем так, есть опыт как тренера, когда люди приходят не выспавшись, либо там не позавтракал, у них после начала тренировки, даже средней интенсивности падает сахар, то есть человек быстро устает, начинает холодный пот струиться, он сел, потом лег, потом ты ему несешь горячий чай, да, потом ты думаешь уже звонить куда-то, поэтому, ну, как бы грамотный тренер сначала спросит, как ты спал, как ты поел перед тренировкой, потом начнет занятие. Ну, безусловно, во время сна мы знаем, что вырабатываются нужные организмы, тоже гормоны, там у мужчин, гормон роста, тестостерон, а нехватка сна, это наоборот, выброс кортизола, это, скажем так, потом плохое самочувствие, неадекватное, это сонливость на работе, перед монитором, это убытки, вот, так что давайте будем стараться тоже высыпаться, минимум, я думаю, ну, 5-6 часов, там взрослого человека, оптимум это 7-8, да, вот, еще есть вопросы по набору. Светь, пожалуйста. В идеале только вода, но понятное дело, что сидеть целый день, пить 3 литра воды, тоже невозможно, в принципе, можно и чай, единственное, что я уже говорила, не заменять воду кофе, либо же сладкими соками, то есть, можно себе самому делать, Александр сказал, узвары, их можно принимать, как вот 3 литра воды, можно заваривать, можно заваривать чаи, тоже банками и пить, чистая вода, лимон, можно, если у вас нет проблем с желудком, нет никаких яс, нет никакого гастрита, можно, это даже тоже хорошо, потому что лимон имеет небольшое мочегонное действие, тоже можно его сливать, добавлять, я имел ввиду мальчикам рассказать, то есть, если вы, Татьяна, конкретно примите над девушками, вот, ну, немножко раньше прозвучало, то есть, Оксана рассказала, рацион, да, вот, примите над девушками, здесь, что, что, в процентном, ну, скажем так, два момента, два момента, сейчас Оксана дополнит меня, первое, это, значит, углеводы должны съедаться по временному, так сказать, параметру, порядка, ну, до 3-4 часов дня, это максимум, во-вторых, само количество углеводов должно прогрессивно сокращаться, то есть, не нужно сразу завтра падать в ноль, либо там, две ложки каши есть, вот, вы выбираете, скажем так, если вы до этого потребляли суммарно, допустим, там, завтрак, второй завтрак, обед, например, если крупы сухой веса, вы употребляли, допустим, 120-150 грамм, вы, как бы, берете, например, стартуете со 120, и каждую неделю можете убирать по 10 грамм, 10-15 грамм, и, смотрите, отдачу на весах, и визуально, вот, ну, и по фруктам, тоже нужно корректировать сразу, если, в целом, для поддержания здоровья и фитнеса, если не ставится цель коррекции веса, я за то, чтобы потреблять весь спектр фруктов, в том числе тех, что довольно резко подымает там сахар, то на пресловутой сушке, или там, скажем так, деятельности, направленной на снижение веса, если брать аспект питания, мы уже сводим, скажем так, яблоко, грейпфрукт, и там, лимончик, вот, в основном, да, потом уже один лимончик, вот, да, да, да. Если это силовая тренировка, то нужно покушать за 40 минут хотя бы. Откуда организм возьмет энергию, чтобы на самом-то деле мышцы тоже складываются, они тоже горят, у них нет подпитки, у них, да, сразу, как только вы начинаете силовую тренировку, не поев, у вас в первую очередь, что работает, что начинает гореть, это начинает гореть мышцы, то есть там 20 минут нужно организму, чтобы он понял, что его мучают с самого утра тренировками, и только он сначала отдает энергию с мышц, а только потом он уже берет, когда ему не хватает энергии, потому что в желудке нет энергии, нет энергии в мышцах, он начинает только аж потом брать энергию с жира. Вы можете спокойно вот, да, конечно, это тяжело, кашу я не ел, когда мы ее съедим, нет, никто же не говорит кашу съедать, там, целую миску, для своего комфортного состояния, да, вот если вы знаете, что у вас будет, там, помимо тренировки, еще и кардио, ну, там, на пол ложечки больше, то есть для своего комфортного состояния, в любом случае покушать, даже если у вас вечерняя тренировка, а день у вас был очень тяжелый, вы мотались туда-сюда, да, и действительно у вас там, вот вы следите за фигурой, и углеводы, которые вы должны были скушать, вот ваши 120 грамм, да, вы за день их выяли, потому что вы день их бегали туда-сюда, вы можете перед тренировкой отварить себе еще там, условно говорю, 10 грамм, и съесть перед тренировкой за час эти же углеводы, вы не потянете просто тренировку. Начали спрашивать, извините, за девушку, как бы, да, потом пришли плавно на себя, немножко отмотаем назад, значит, 10 грамм углеводов, вас лично не спасут перед тренировкой, да, вам нужно, да, она про девочек, да, то есть девушки, да, там, возможно, то есть вам нужно, я думаю, побольше порции, то есть где-то стартовать минимум с 300 грамм каши, если есть затруднения с поглощением твердой пищи утром, пожалуйста, есть рецепты простые, как там Шварценеггер в фильме конец дней, берем блендер, берем белковый коктейль, банан, йогурт туда, получаем жидкие, делаем три больших глотка и мы готовы к тренировке, пожалуйста, то есть не надо жевать, не надо вот это впихивать себя, хлопья, вот, такое, то есть, если у вас вопрос по мэ, вы ко мне обращаетесь, да, от того, что мы так перескакиваем, 10 грамм, это, да, но опять-таки, опять-таки, извините, да, как бы, если вы применитель к себе спрашиваете, вот, вы любите молоко, допустим, да, вот, смотря какие задачи вы ставите, то есть вы просто его употребляете, потому что любите, либо вы сочетаете с занятиями в тренажерном зале, например, если вы уже пошли в тренажерный зал, определенные цели ставятся, наверное, коррекции, коррекции веса, и тут мы упираемся в два момента, молочка держит процесс, скажем так, сброса жировых отложений, молочка содержит лактозу, то есть это молочный сахар, поэтому крайне немногие люди могут в период похудения позволить себе употреблять молочные продукты, это молоко, творог, хотя они, безусловно, нужны, давайте мы для начала, скажем так, для начала поймем ваши цели, потом будем отвечать, то есть вы же не пьете там, не знаю, литр-два молока в день, или пьете, да, ну, я думаю, тогда нужно делать коррекцию, вводной части вот этой рациона, как бы делать, потому что, ну, это, ну, вы знаете, я молоко в последний раз пил, не помню, когда, возможно, где-то, где-то в гречневой каши, иногда добавляя чуть-чуть, тогда, если, скажем так, взрослый человек, где-то следит, следит за фигурой, все-таки, уже не идеальный продукт молоко, вот, это я всем клиенту, который персонально тренирует, его объясняю, максимум, ну, там 2,8 грамма на 100 грамм, то есть мы получаем с литрухи 28 грамм, то есть проще съесть там, порядка, не знаю, 150-200 грамм курицы, вот, это будет более полноценный, полноценный животный белок, вот, да, не у всех усваивается, если усваивается, то на здоровье, но, опять-таки, всякие цели ставятся, я не собираюсь ломать ваш пищевой рацион, информирую просто, как оно есть, когда человек хочет трансформировать фигуру, что это не совсем идеальный продукт, да, не обязательно овсяная каша, вы можете взять любой другой углевод, взять макароны барилла сварить, пожалуйста, почему бы нет, запечь картофель, почему бы нет, а быстро тогда, когда овес, если у вас нет привычки с вечера готовить продукты, на завтра тогда овес, там у меня всегда тоже стоит несколько видов овсянки, там, вам на молоке, то коза, то есть, ну, ну, просто нужно смотреть по человеку, то есть, нельзя всем одну обувь, одного размера, одного цвета предложить, так и тут, это все очень индивидуально, ну, то есть, есть много споров вокруг этого вопроса, как в медицинской литературе, так и в спортивной и околоспортивной, одно время упорно звучала цифра 30 грамм белка за раз, то есть, это, а если в курице, там 18-20 грамм белка, там, до 20, в одном, там, то это, грубо говоря, те же 150, там, 170 грамм веса готового продукта, я считаю, что немножко с другой меркой нужно подходить к этому вопросу, порция белка должна быть, скажем так, меняемая под ваш габарит, вот, 300 грамм готового мяса, это, мне кажется, будет много, ну, практически для любого человека, кроме какого-то бодибилдера, тяжелой весовой категории, если вы хотите употребить 300 грамм мяса, лучше разбить это на два приема, вот, если там человек, да, да, дробное питание, оно оптимальнее, дает возможность организму усваивать питательные вещества, там, трансформировать те же белки, какие-то мышечные структуры, вот, не создает тяжести в желудке, то есть нету большого пищевого комка, у вас не выдувается живот там, у вас нет этого несварения, и прочих, прочих радостей, в кавычках, связанных с перееданием, то есть это на самом деле переедание, большие порции углеводов, белков, либо чего бы то ни было, но всем хочется кушать, если брать конкретно бодибилдинг в процессе подготовки, вот я недавно встречался во Львове там с культуристом, Андреем Кухарчуком, чемпионом мира, то же самое, он повторил просто, просто мои ощущениями слова, что говорит, стал с треной часы, когда следующий прием пищи, вот, ну надо себя уметь сдерживать, как бы, то есть, чтобы вы понимали, да, как бы, на каких-то этапах уже подготовки, набора рельефа мускулатуры, даже белок становится препятствием, его надо тоже уменьшать, то есть я на личном опыте столкнулся, если там употреблял в определенный момент сушки, 5 там куриных филешек, потом пришлось снизить до полутора в день, то есть это было очень жестко, и очень хотелось кушать, все это ощущали, я и они все, да, как бы, вот, но не было такой мысли, как бы, да, запихивать себе мясо, уже, спортсмен должен понимать, что нужно терпеть, я выбрал такой спорт, нужно терпеть уже, да, вот, ну а, как бы, для не спортсменов замечу, что, скажем так, не нужно делать такого крена в сторону, жестко там мясных продуктов, есть масса других источников белка, легкую с вами, это рыба, это, допустим, есть белки, содержащиеся в растительных продуктах, поэтому никаких перегибов на местах, никаких монодиет, вот, максимальное разнообразие, чтобы получать весь, весь спектр, и набор аминокислот из разных источников, какие еще вопросы по питанию, мы будем переходить к тренировкам по чуть-чуть, конечно, избыток белка, это нагрузка большая на почки, на печень, как предполагалось, именно на почки, это закисление организма, если нет адекватного количества клетчатки, которая ощелачивает, то есть, вот, это, скажем так, изменение показателей крови, то есть, ну, это ухудшение в конечном итоге работы организма, то есть, перебор с любым нутриентом, то есть, это плохо, там, много белка, это нагрузка на почки, много углеводов, это лишний вес, нагрузка на поджелудочную, это, скажем так, чувство, опять-таки, брожения там в кишечнике, много жиров, это тоже очень, такая тяжесть, ну, как бы я не пробовал много жиров, но это тоже не изгуд, вот, они должны быть, но, все должно быть в меру, то есть, само слово диета, мы давайте не будем, мы так употреблять, будем употреблять, скажем так, рациональное питание, понятие, то есть, это термин приемливый для всех, вот, если мы хотим сохранить и приумножить здоровье, да, даже, извините, даже много воды, это плохо, то есть, в Америке проводился в одном из штатов фестиваль, кто больше воды выпьет, победила женщина, она что-то там унесла в руках, пришла домой и скончалась, это действительно правда, как бы, она выпила там, наверное, не знаю, больше шести или восьми литров воды, даже много воды, это мало, плохо, много плохо, да, так и тут, мало белка плохо, это анемия, там, это, нет, работаешь, нет, работаешь, белка нет, работаешь, да, 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 но смотрите, в принципе, для полных, то есть, если мы уже начинаем рубля, там, завтрашнего дня, Николай, мы с вами, вы начинаете новую жизнь, то, скажем так, супы мы переносим из критерия раз в 2-3 дня, я думаю, где-то раз в 5 дней, вот, но они должны быть для горячей, я считаю, должно быть для оптимальной работы, для оптимальной работы желудка, все-таки наша кухня, наши традиции пищевые, нас приучили к горячим блюдам, в отличие от американцев, вот, я думаю, что скорее да, чем нет, да, 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 Продолжение следует... 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 Я думаю, так. Ольга, даже нужно есть после 18.00. Желательно не кушать за 2-3 часа до сна. После 18.00 лучше выпить кефир, скушать творог, скушать рыбки, белковую пищу с клетчаткой, чтобы ваш организм, когда вы легли спать, сам себя просто-напросто не скушал. То есть даже те же мышцы, которые, может быть, у вас просто потянутое красивое тело, но, в принципе, ваш организм будет сам себя и есть. Ваши красивые потянутые мышцы. По поводу желтков я очень давно не ела желтки. Вообще не ела. Мой организм их не усваивает, не переваривает. Аллергии, да. Просто вот белок нормально усваивается, а вот на желтки просто аллергия бывает. Убирают, да. Там очень много холестерина, насколько я знаю, поэтому он никогда хорошей пользы организму не принесет. А белые сыры, ну, они, в принципе, с утра можно. Я говорила, что жиры нужны. Жиры нужны, но не толстым слоем на хлеб ложить. Я немножечко по желткам дополню. Все-таки Арнольд Шварценеггер, когда его спросили, в чем секрет, он сказал, что мы едим яйца так, как их создала природа. То есть вот она создала, так мы так едим. То же самое сказал 8-кратный мистер Олимпий Лихейни. То есть я, как бы, не имею проблем с аллергией на яичный желток. Один, а то и два в день закидываю и думаю, что у кого есть тяжелые физические нагрузки, это из мужчин, могут себе позволить, если нет вот этих каких-то неудобств с пищеварением после приема цельного яйца. Но как бы следовать Арнольду, который был великим шутником, в том числе в плане раздачи советов конкурентам, когда он говорил, что вот другие бодибилдеры там выбрасывали желтки, а мы с моим другом Франко Коламбо, там итальянцем, мы съедали все яйца, которые съедали в день с желтками. Я думаю, он немножко, первым, отошел от истины. Вот, прямо, скажем так, саврамши. Вот, поэтому 1-2 это максимум для разнообразия. По поводу холестерина, если здоровый организм и тяжелые тренировки, ну, как бы вы можете позволить себе, я думаю, все-таки один желток железно. Мужчины для выработки тестостерона, тестостерона, да, не стоит пренебрегать. Оксана заметила, что не аллергия, но она заметила в начале рассказа, что она употребляет ляное, кунжутное и так далее масло. То есть, я, например, по маслам не сильно ударяю, то есть, вот этим, то есть, максимум там лянова немножко, то в капсулах, что-то мне так и не идут. Но вот, желтки 1-2 в день, железно, железно. Ну, смотрите, по последним, если брать конкретно, опять-таки, ваш случай, что вы практикуете нагрузки, вы сказали белковый напиток, то бишь, вы знакомы с спортивным питанием. По последним, скажем так, данным, первое, что нужно организму после тренировки, это все-таки углеводы. Углеводы с аминокислотами, с аминокислотным комплексом. Поэтому идеальный там посттренировочный коктейль на сегодняшний день там от Милоша Сарцева, там известного диетического гуру и бодибилдера, включает порядка 50-70 грамм простых углеводов, простых, простых углеводов. Вот, если там нет возможности купить гейнер, то можно взять, смастерить самому такой коктейль там, то есть взять просто там столовую ложку меда, взять порошковые аминокислоты, сделать себе такой простейший напиток. Можно тогда кинуть еще глютамина 5-10 грамм. Вот, если есть возможность приобрести напиток правильный там от ведущих фирм, там уже эта пропорция соблюдена. Вот, и после приема этого напитка, скажем так, если вы уже приняли аминокислоты и углеводный комплекс, через минут 40 можно поесть просто уже 40-50-60 по ощущениям. Поесть уже белковый коктейль отдельно не нужно. То есть, таким образом вы закроете простолутое углеводное окно, белковое окно, все окна закроете, а потом закроете окна на компьютере. Да, вопрос. Полезно ли кукурузное масло? У нас специалист по маслам. Я приношу свои извинения. Честно, по поводу кукурузного масла я ничего не скажу. Я не знаю. Я сталкивалась, я говорю свои ощущения, я сталкивалась по себе, что самое лучшее работает, как если вот девушка на диете, ну, рациональное питание, то есть она выбрала образ жизни, поддерживать свой внешний вид, в принципе, с кукурузным не сталкивалась. Сталкивалась с маслом авокадо, сталкивалась с кунжутным маслом, с льным. Ну, вот эти вот три масла, которые действительно я на себе опробовала, что они рабочие. То есть я спокойно ем вкуснейший салат или брокколи заправляю маслом, и я теряю вес, по-моему, и имею при этом хороший внешний вид в плане волос, кожи. К сожалению, не могу сказать, извините. Дополню. Мужчинам рекомендую пропивать периодически, эпизодически масло из семян тыквы. Тоже там продается в аптеках, стоит там 13-20 гривен бутылочка. Вот, поддерживает организм, поддерживает простату в нормальном здоровом состоянии. Либо употребляет тыквенные семечки. Рецепт от чемпиона мира Валерия Каптенко. Человек знает, что говорит, так как в свое время поделился со мной этим секретом. Рекомендую, в общем-то. Значит, мы хотели бы, если, если, да, Ольга, если нет вопросов по питанию, что у нас как бы регламент, есть тоже определенные рамки регламента, то перейти к вопросу тренировок. Вот, допустим, есть люди, что уже занимаются такое, есть люди, что, возможно, хотели бы начать. С чего начать? Сколько раз тренироваться? Какие упражнения? Какой вид предпочесть? Там, кардио-тренажеров, и так далее, и тому подобное. Вот, если вы позволите, начнем с ОЗОВ. С чего начинается поход в тренажерный зал? Наверное, начинается с выбора тренажерного зала, собственно. То есть, руководствуемся такими критериями, как близость к вашему месту работы или к дому, таким критериям, как оснащенность зала, значит, санитарное общее состояние, наличие свежего воздуха, наличие, скажем так, нормальной инфраструктуры. Вот. Когда вы определились с залом, первое, что вы должны сделать по-хорошему, по-здоровому, это сделать какой-то минимальный медицинский осмотр. Потому что все мы молодые, здоровые, красивые, нам кажется, но все-таки такие параметры я бы рекомендовал проверить, как электрокардиограмму сердца сделать. Если есть какие-то заболевания, травмы, возможно, еще раз проконсультироваться насчет предпочтения определенных нагрузок. Вот. И тогда уже, начинаем готовиться непосредственно к походу в зал. Начинаем готовиться, опять-таки, первое, это спортивная форма. Это очень важный вопрос. Часто мы видим в залах людей в каких-то банных тапках, шлепанцах, сланцах. Они делают выпады, они спотыкаются в свои же ноги. Правда, они падают, но близки к этому. Поэтому еще раз скажу, что лично я к себе на тренировки не беру людей, которые приходят в тапочках. Это несерьезно. То есть ни икры покачать, ни кардио толком сделать, не получится. Поэтому удобная форма, скажем так, не стесняющие движений, удобная обувь, чтобы вы могли делать упражнения, скажем так, типа выпады, приседания, кардиоупражнения, если нет противопоказаний. Вот. Когда с формой вы определились, у вас есть два пути. Первый – это постигать азы фитнеса либо бодибилдинга самостоятельно, тратить время. Благо, есть масса информации в интернете, есть масса периодической литературы. Второй – это выбрать человека, который вас будет вести, тренировать, подсказывать, направлять, мотивировать. Это персональный тренер. Я говорю сейчас безотносительно, просто действительно рекомендую, как правильный алгоритм, что зачем делать. То есть, как выбрать тренера? Опять-таки, вы смотрите в вашем зале, например, первое смотрите в зале, допустим, как кто тренирует, смотрите, как человек относится к клиентам, там, допустим, тренирует он персональный человек или он сразу троих тренирует, он такой вот многостаношник, и вам достается какая-то треть внимания, либо он там, не знаю, там висит между подходами в каком-то фейсбуке, то есть, если такие тренеры, я не спорю. Вот должен быть тренер, я думаю, если он персональный, он должен быть заниматься полностью вами в это время, в которое вы пришли на занятия. Второй момент насчет выбора тренера – это, собственно, то, чего достиг сам тренер, как он выглядит, как он может объяснить, дать ответы на ваши вопросы, то есть его физическое и, скажем так, образовательный, общеобразовательный уровень, его понимание вопроса, скажем так, потому что я не хочу сказать, что чем круче титул у спортсмена, тем лучше он тренер. Часто бывает хороший спортсмен, плохим тренерам, и наоборот, также в футболе человек может не быть хорошим мегафутболистом, но быть хорошим наставником, тренером, также и в фитнесе, в бодибилдинге. Но все-таки должен человек, который будет вас мотировать, сесть на титул, все-таки сам быть как минимум стройным, не подтянутым, и плечи мыть шире, чем таз. Ну, я так понимаю, да? Если он говорит, ты же там ничего не кушай на ночь, а сам, как говорится, воплощает противоположное, я думаю, не стоит, не стоит к такому тренеру, то есть он может быть в лучшем случае теоретиком. Вот. Если тренер, как бы, вы видите, опять-таки, ну, как бы, на большинство ваших вопросов не может дать ответа четкого, пусть даже там он, если он так серьезно подошел, он на следующий не может прийти, поискать ответы на ваши вопросы, поискать и дать ответ все-таки. Ну, это все есть в уровне. Если же, как бы, нет, нет, все-таки вы видите, что нет понимания предмета, то есть может этот тренер вчера, я не знаю, там занимался, есть такие прецеденты, к сожалению, занимался продажей совершенно в другой сфере, то есть не услуга, не фитнес-услука, то тоже не стоит, скажем так, останавливаться на таком варианте. Вот. Вы можете также на ряде сайтов просмотреть кандидатуры тренеров, возможно, такой вариант взять несколько уроков в другом зале, если в вашем зале не нашлось подходящей кандидатуры. Но, скажу все-таки одно, что придя заниматься, нельзя полностью и целиком полагаться на тренера, потому что это во многом процесс двухсторонний. Вы должны сами учиться фитнесу, учиться атлетизму, учиться понимать, как работает ваш организм, как он отзывается на физические нагрузки, на упражнения, потому что часто наблюдая такое, то есть я учу своих, например, подопечных думать, в том числе, чтобы они понимали, что они делают, объясняя для чего упражнения, объясняя, чего ждать от него, интересуясь, какая отдача от упражнений и так далее. Часто можно видеть человека, который делал просто там иди сделай там 10 повторений там, 10 там, потом тренер либо уехал там в отпуск, либо заболел, и человек приходит в зал и не знает, что. Да, у него есть эта писулька, там, извините, бумажка, где написано, что там спина в тренажере там 3 по 10, и он ходит ко всем, а что это такое спина в тренажере? Ну, допустим. Поэтому не будьте, скажем так, так односторонне, так не полагайтесь полностью на то, что вам разжуют и выплюнуть все это. Учитесь сами. Так, я думаю, в любой сфере деятельности, где вы хотите чего-то добиться, нужно включать собственный мозг и анализировать, запоминать, нарабатывать и учиться применять знания. По тренеру, возможно, Оксана что-то дополнит. Я, честно, я считаю, что тренер может промотивировать своим внешним видом. Вот, серьезно вам говорю. Я с Александром, наш небольшой пример, познакомилась в прошлом году на соревнованиях. Здесь, где-то подобный Саша лежал, ноги кверху, и я на него смотрела и понимала, что если сейчас скажу ему, что я хочу у него тренироваться, это будет девочка, уйди, и я потом с тобой поговорю. Просто для тех, кто не знает специфики соревнований культуристов, лежал ноги кверху, ты не умирал там, просто когда приходишь на соревнования, допустим, часто они очень затянутые, очень затянутые, и если ты проводишь это время на ногах, ноги отекают, меняется немножко рельеф ног, желательно либо сидеть, либо лежать, ноги выше уровня тела. Вот, где-то так. Но по итогу, Саша прав, действительно, важно то, что тренер может дать тебе хоть минимум информации. Вот ты пришел к человеку, я хочу похудеть, вот я хочу похудеть, но я люблю фрукты. Все, вот я не буду исключать фрукты из своего рациона. Тренер может тебе помочь, может рассказать, почему их нельзя есть, то есть, чем их заменить, да, он даст тебе варианты, он не будет, ну, ну, ладно, давай, давай фрукты там на утро с тобой покушаем, и потом не будем кушать, хорошо? И при этом, ты у него занимаешься, и ничего у тебя не меняется. Это отдача, да, но тренер это тот человек, который, в принципе, мы, когда приходим тренироваться сами, извините, что я скачу с темы на тему, мы себя жалеем, в любом случае. И тренер это тот человек, который, вот, последних два раза ты никогда не сделаешь. Никогда. Блин, ладно, пошел. Но, только вот тренер, видя, что ты можешь, он тебя смотивирует, он правильно настроит тренировку, он правильно подберет подход к тебе, что ли, и ты сделаешь эти два раза. Не важно, с ним ты сделаешь, с его помощью или без его помощи, но ты их сделаешь. И когда, благодаря вашей работе, ты увидишь первый результат, ты понимаешь, что без тренера ты бы этого никогда не добился. То есть тренер, ну, я считаю, первый вид, это первое, что ты смотришь, это, это я говорю про девочек. Мы девочки такие, мы приходим, мы смотрим в зал, сначала на внешний вид, а потом уже как человек разговаривает. Это уже такое. Есть люди, которые способны самостоятельно владеть иностранным языком, с помощью каких-то самоучителей, возможно, методикой бодибилдинг, которая менее нуждается, поддержки, мотивации, которая сама мотивируется, ну, таких, ну, как бы немного людей, вот, опять-таки, остальным нужно с тренером, либо без тренера учиться, учиться, понимать свое тело, потому что это тело с вами как бы на всю жизнь, вот, если вы будете бездумно, в том числе, да, будете бездумно заниматься в тренажерном зале, очень часто можно видеть людей, они совмещают тренировку с беседой по телефону, там, что-то разговаривают там с собой, ты думаешь, что, где, кто, тоже так, многозадачность поддерживается в себе, вот, это и травмоопасно, это и не позволяет достичь оптимальной сосредоточенности на мышце, за которой следует результат отдачи от тренировки, вот, поэтому, все-таки, 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 давайте будем так, приходя в тренажерный зал, вы оставляете все за порогом этого зала и вперед за хорошим настроением, мышечным тонусом, вот, давайте немножко плотнее перейдем к вопросу тренировок как таковых, и так вы определились, там, с залом, с формой, с тренером, какие, какие нагрузки предпочесть, какие тренажеры, или там, гантели, или кардио нагрузки, или что, или вот еще какой-то TRX петли тут модные появились, или что-то еще, я скажу свое мнение, то есть, начинать надо с простейших упражнений, как бы, даже лично я раньше считал, что нужно начинать сразу там сложных упражнений, там, базовых, приседания, становые тяги, и часто вижу, что приходят молодые люди, они так и поступают, возможно, возможно, где-то, в чем-то, где-то такой подход имеет место быть, но на данном этапе понимания, скажем так, подхода к нагрузкам, для нетренированных людей, для нетренированных, подчеркну, все-таки, начинаем мы работать очень аккуратно в тренажерах, если свободные веса, то без тяжелых движений, где идет нагрузка на позвоночник большая, то есть, даже если это молодой парень, сейчас, ну, скажем так, такое время, что из-за образа жизни, в основном сидящего, очень многие молодые ребята имеют нарушение осанки, сколиозы и так далее, поэтому, сразу давать им вот эту базу, как советуют некие герои интернета, с плюшевой бородой, я бы не стал, я бы не стал, да, вот, тренировки в фитнесе включает, кроме работы с весами, то есть, описание конкретных упражнений, это уже, как бы, бесконечная тема, есть канал на ютубе, совпадающий с моими инициалами Александра Ермоленко, где есть техника упражнений, есть, скажем так, учебники, где описано, как выполнять упражнения, вот, давайте немножко так, более, в общих чертах, значит, кроме силовых упражнений, есть еще такой, значит, у нас, вид, тренировок, очень важный, как кардио тренировки, очень важный, как дополняющие силовые, совершенствующие, пусть не мышечные там, объемы, совершенствующие сердечно-сосудистую систему, выносливость, сжигающие калории, и отлично, в целом, дополняющие тренировки, с отягощением, вот, немножко Оксана расскажет, про кардио, я хочу первым делом сказать, что, чтобы не думали, что если я сегодня на утро, или там в обед съем тортик, я сделаю вечером час кардио, все оно сгорит, нет, оно не сгорит, оно у нас, этот тортик, останется у нас, пляжкой в животике, кардио нагрузки нужны, они, вот как сказал Александр, очень полезны, действительно, но тоже нужно понимать, что приходить в зал и делать одну дорожку, или крутить один велосипед, это, ну, это хорошо, это классно, ты похудеешь, а дальше, то есть у тебя будет выносливость, у тебя будет хорошее сердечко, ты будешь иметь хорошее тело, ну, 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 то есть будешь очень медленно худеть, без похудения, точнее, без силовых тренировок, в принципе, похудеть вот так вот сильно-сильно, красиво-красиво, и чтобы вот чуть-чуть, где-то что-то прорисовывалось, нереально, кардио имеет такое свойство, что оно, не знаю, по-другому сказать, складывает, да, оно просто тебя складывает, оно высасывает всю силу с мышц, и они становятся такими мешочками, веревочками, просто будут кости, и на кости будет что-то висеть, то есть в любом случае кардио-тренировки, они хороши после силовой тренировки, когда мы на силовой тренировке начали, разогнали свое тело, разогнали свой метаболизм, мы потом закончили свою тренировочку, там, 30 минутами, ходьбы, либо же, ну, тут такая общая картинка, я сейчас говорю в основном про тренажерный зал, говорю про дорожки, можно бегать на улице, но очень аккуратно, там, со ступнями, с колешками, можно плавать, плавание вообще идеально подходит, для, по всему, начиная от хребта, заканчивая, с нашими внутренними системами, и оно помогает тоже похудеть, танцевать, все девочки любят танцевать, поэтому и мальчики тоже, можно спокойно приходить на дискотеку, без алкоголя, потому что, если начинаем пить, то мы ничего не сбрасываем, танцуем, ну, по большому счету, я думаю, больше расскажет Саша про кардио, а не я, потому что мой опыт кардио был очень-очень близок, на этой подготовке, два раза в день, по часу, но оно таки помогло. Можно, ну, у вас такая большая девушка, или вы-то хотите ее сильно загонять, всем днем, неделю тренироваться, а как же отдых, как же восстановление? Ну, можно, ну, в принципе, восстановление должно же быть. Да? Да. Ну, лучше, чтобы выходной день попадал в середину процесса тренировочного. Один из выходных дней, да. Вот, она тогда просто больше отдача будет. Если вы ее нагрузите в течение недели, пять дней подряд, она будет, неважно, тренироваться, а потом делать кардио, она будет истощена. И когда она будет отдыхать, то есть, организм, ну, отдохнул, да, и потом опять пять дней, вы будете ее мучить. Отдачи, отдачи никакой, ну, она будет, она будет очень медленной. Организм привыкнет, и она будет очень медленной. Я немножко дополню, что касается кардио, то есть, действительно, есть возможность, если есть возможность, и состояние здоровья позволяет делать кардио на свежем воздухе, там бег, там ходьба энергичная, первое, что вам нужно, это опять-таки запастись правильной обувью, смотря по какой поверхности вы будете ходить или бегать, там это грунт будет, либо асфальт, либо дорожка стадиона, там тартановая и так далее. Вот, если вас не страшит, в наших городах, где очень мало специальных мест для бега, ходьбы, встреча с собаками, недружелюбными, вы можете делать кардио на улице, то есть, я пробовал делать, как бы, ходьба, это еще вариант приемлемый, скажем так, бег, это уже, это уже бывает проблематично, вот, но все-таки в зале, да, действительно, как-то более, но так, человек пришел на тренировку, сама атмосфера располагает, сделать силовую тренировку, потом кардио-тренировку, потому что, я думаю, не каждый может заниматься дважды в день, отдельно делать сессии, вот, действительно, кардио, если делается только, человек вот, без силовых нагрузок, думает похудеть, если он похудеет, он будет в одежде выглядеть, хорошо, он влезет в платье, которое было, возможно, на выпускном балу в школе, но это, как бы, тонус мышц, красивый, упругий мышечный корсет, вы не наработаете, кардио, скорее наоборот, растеряете, поэтому, сочетание кардио-нагрузок и силовых, это наиболее оптимальный способ, создать хорошую фигуру, потому что мышцы, чтобы вы понимали, это можно их сравнить с маленькими такими электростанциями, которые сжигают вместо там электрики, там угля или чего там, сжигают калории ваши, даже когда вы спите, поэтому, просто похудеть, потеряв там 5 килограмм жира и 3 килограмма мышц, это значит, по итогу замедлить обмен веществ, если же грамотно сочетать силовые тренировки, не имеется в виду силовые, сразу какие-то подъемы штанги, толчки, силовые это любая работа на тренажерах, с гантелями, с какими-то умеренного веса отягощениями, ну, определенной системой, безусловно, это и есть силовая работа, в сочетании с кардио дает наилучший результат, то есть тренируется и мышечная система, и сердечно-сосудистая, а уже вид кардио вы выбираете в зависимости, опять-таки, от ваших целей, если вы хорошо тренированы, вы можете выбрать такие более энергозатратные виды, как степер, там тренажер, имитирующий подъем по лестнице, либо орбитрек, если у вас есть проблемы с позвоночником, вы не можете там на дорожке долго бегать и даже ходить, вам лучше подойдет велотренажер, сейчас есть горизонтальный велотренажер, где можно удобно упереться там поясницей, для начала годится и он, потом можно перейти на чередование велотренажера с дорожкой, и так далее. Кардио, да, опять-таки, есть несколько взглядов на это, если человек эктоморф, то, в принципе, ему кардио не рекомендуется, хотя последнее воззрение, озвученное там мистером Олимпи и Джейм Кэтлером, он делает кардио в межсезонье, то есть он, в принципе, не эктоморф, но он объясняет, что нужно делать, чтобы разгонять метаболизм, чтобы можно было больше пищи поглотить, да, но это уже такой хардкоровый бодибилдинг, который не нужен никому из нас, я думаю, из вас точно, вот, поэтому кардио, если делать, скажем так, в период набора мышечной массы, только для общего здоровья, для того, чтобы работало сердце, это буквально там 15 минут после силовой тренировки, такое среднее по интенсивности, да, если вы будете в период набора мышц делать, там 45-60 минут кардио, там 6 раз в неделю, я думаю, что скорее это будет в минус эти, чем плюс, вот, потому что это все-таки, как ни крути, расход энергии, который, который берется, в том числе, не только из жира, но и из мышц, вообще, наш организм сначала отдает, жир отдает в последнюю очередь в топку энергетическую, сначала сгорают углеводы, если человек сел на хорошее, скажем так, правильное питание, с небольшим количеством углеводов, организм пытается выхватить что-то из мышц, тут мы должны давать немножко адекватное количество белка, вот, и только потом идут, скажем так, в дело жиры, поэтому с кардио тоже сверствовать не надо, да, вот, таким образом мы рассмотрели в общих чертах тренировочный процесс, еще такой аспект, количество тренировочных дней в неделю, стретчинг, да, стретчинг или растягивание, я думаю, да, оно важно, оно полезно, если есть желание, время, значит, можно включать растяжку, причем опять-таки есть несколько взглядов на этот процесс, лучше всего растягиваться, когда тело, безусловно, разогретое, после тренировочного занятия, вот, таким образом вы снимаете такое напряжение с мышц, избыточное, вот, опять-таки, минимизируете риск получения травмы, вот, для тех, кто пытается набрать мышечную массу, есть система тренировок, базирующая на чередовании подходов и между подходами растягивания мышц, но, скажем так, система очень много факторов содержит, сейчас не стану приводить ее здесь, она называется FST7, ее популяризирует опять-таки, Джей Катлер, Фил Хит, это профессиональные атлеты, их гуру Хенни Рамбот, вот, растяжка, рекомендую, причем это речь идет не только о растяжке, там, в виде шпагат, это растяжка и позвоночника, это и плечевых, и локтевых, там, всех сочленений организма, тела нашего, помогает избежать закрепощения, сам я, к сожалению, к моему стыду не делаю растяжку, потому что очень плотный график тренировок, работы, вот, иногда я об этом жалею, иногда начинаю, но опять-таки, мы несовершенны, да, поэтому, если есть возможность, обязательно делайте, только на пользу пойдет, вот, количество тренировочных дней в неделю, вкратце коснусь, значит, оптимальное число для любителей, это три тренировки в неделю, так, чтобы они совпадали с рабочим, скажем так, графиком, желательно, выходные оставим для семьи, если семьи нет, то можно, конечно, другие варианты подыскать, вот, понедельник, пятница, там, вот, если же там более серьезные задачи ставятся, то, четыре тренировки, я думаю, будет оптимальное число, подчеркну, четыре тренировки силовых, достаточно для спортсменов, даже довольно высокого уровня, то есть, ну, я в межсезонье, там, когда они готовились к соревновательным, не соревновательного процесса, тренируюсь тоже четыре раза в неделю, поэтому не нужно, не нужно наподобляться, есть такое понятие, синдром Широн Стоун, это актриса, которая сделала такой крен большой в сторону физических нагрузок, занималась очень много, и попала с каким-то истощением, опять-таки, в больничку, то есть, что за бар, затроны здраво, как говорят наши соседи из Польши, да, вот, четыре силовых тренировки в неделю, то, что делает ваша девушка, то есть, пять занятий, это есть сочетание силовых и аэробных, то есть, это допустимо, с одной стороны, я считаю, как тренер, что можно человека нагрузить хорошо, три-четыре раза в неделю, дать нагрузку, не нужно больше, то есть, в рамках четырех занятий, можно очень много достичь, в плане телостроительства, чередует, да, вот, с другой стороны, не стоит себя жалеть, там, где-то, вспомним, что еще сто лет назад, наши предки ходили, грубо говоря, там, какие-то школы начальные, за пять-десять километров, соседнее село, там, босиком, да, работали в поле, как бы, поэтому, когда говорят, ой, там, я тренируюсь, там, полтора часа, там, ну, это, на самом деле, на самом деле, как говорится, в общем контексте, возможно, и будет приемлемым, другое дело, как эти полтора часа, распределяются, там, 50-60 минут силовой работы и полчаса кардио, да, вот, продолжительность занятия для начального уровня, опять-таки, ну, полтора часа, пожалуй, будет многовато, то есть, три тренировки, общей продолжительностью, общей, включая кардио, не более 60 минут, вот, тема тренировочного процесса, тоже очень объемная, и, можно много рассказывать, возможно, есть у кого-то конкретные вопросы, потому что, теория очень длина, а, у нас, как говорится, время уже, перейти к дегустации, углеводов, задавайте, задавайте вопросы, да, ну, понятие, понятие тренировочного сплита, либо, либо, объединение мышц, по тем или иным, как говорится, признакам, в тренировочные дни, действительно, присутствует, то есть, безусловно, безусловно, есть крупные мышечные массивы, которые лучше выделить в отдельный день тренировки, это, в первую очередь, ноги и спина, вот, другие мышцы, можно прорабатывать, в отдельные дни, но, если взять тренинг, конкретно девушек, все-таки, там другая специфика, верхняя часть тела, верхняя часть тела может нагружаться меньше, то есть, можно свести проработку, к одному дню верха, на ноги давать два занятия разнообразных, потому что, ну, как бы, другие цели преследуются, другие мышцы акцентируются, вот, то есть, в вашем случае, например, может выглядеть сплит, таким образом, понедельник, ноги, ягодичные, пресс, среда, мышцы верхней части тела, вот, с акцентом, опять-таки, на грудь, плечевой пояс и спину, там руки особо раскачивать, я думаю, не имеет смысла, девушкам, если нет целей спортивных, и пятница, опять-таки, многие ягодичные мышцы, икроножные, пресс, пресс можно делать и в другой день, тоже, когда среда, там, допустим, только уже другие упражнения, то есть, в понедельник может быть, точно тренировка вокруг, приседания, сжима ногами, там, сгибание, ног лежа, тяг на прямых, а уже в пятницу, разгибание, гиперэкстензии для ягодичных, выпады, работа какая-то более ювелирная, такая вот, то есть, тренировочный сплит, или разделение мышц, для мальчиков, немножко другое, там нужно, конечно, акцент уже, и на пресловутые бицепсы, с трицепсами, поэтому, может выглядеть так, отдельное тренировочное занятие, если взять, там, четырехдневный, например, сплит, но сплит, это слово разделять, то есть, по-простому, это, как распределить мышцы по дням тренировок, и четырехдневный сплит, это может быть, грудные мышцы, с мышцами, там, двуглавыми рук, грудь, бицепс, дельтовидные с трицепсом, спина, и мышцы ног полностью, отдельное занятие, пожалуй, будет самое тяжелое, самое для настоящих фанатов, желанное, да, где-то так, Батончиков, хорошо, хорошо, у вас есть вопросы, у нас найдутся ответы по батончикам, сейчас, спортивное питание, что это такое, откуда оно взялось, что это такое, может это те самые приставутые анаболики, от которых там печень находишь на утро, рядом с собой лежащие, нет, скажем, спортпит, тут есть, как бы, два момента, понимания, спортивное питание, первое, так, безусловно, задумывалось оно, как подспорье, в занятиях, с тяжелым физическим трудом, в данном случае, с силовыми тренировками, это еще в далекие 40-е годы, небезызвестный Джо Вейдер, основал компанию Вейдер Нутришн, и первые опыты сводились к тому, что опять-таки, брались примитивные, какие-то соевые смеси, кукурузный сироп, что-то такое делось неудобоваримое, но тем не менее, способствующее, где-то в чем-то в прибавке веса, вот, на данный момент, это многомиллиардная индустрия, это высокотехнологические продукты, которые работают очень четко и направленно, и в то же время, это большой соблазн неправильно употреблять эти продукты, то есть, очень важно понимать, опять-таки, что, да, что есть еда, которая нашему организму более, скажем, понятно, он ее видит лучше, усваивает лучше, есть вот эти все порошки, таблетки и пилюли, которые должны дополнять, это спортсаплемент, это добавки, это не есть основная еда, то есть, много, много людей, было у меня знакомых, которые самостоятельно, какие-то мудрили схемы, то есть, они питались, я буду есть только утром и вечером, днем у меня будет заменитель питания, спортивный батончик, какой-то там гейнер, естественно, никакого результата быть не могло при таком раскладе, вот, поэтому, мой взгляд на данном этапе, то есть, я в свое время, хоть и работал консультантом по спортивному питанию, порядка 8 лет в компании, Вейдер Нутришн, вот, от такого огульного обожания и желания перепробовать все добавки, до здравого взгляда, ну, по моему пониманию, мой взгляд такой, что, да, нужно использовать эти добавки, но, если выстроить пирамиду их на данный момент, в первую очередь, это будет именно минеральные добавки, это то, что мы не можем набрать с трудом из еды, во вторую очередь, это будут для мальчиков, аминокислотные комплексы, для восстановления, ну, и где-то в третью очередь, это будет белковые, белковые коктейли, то есть, гейнер мы можем соорудить сами, то есть, это очень несложно, берем немножко белка, добавляем бананчик, йогурт, ложку меда, там, получаем подобие гейнера, подобие, вот, очень важная добавка, и часто просматриваемая, скажем так, занимающимся, это жиры омега-3, омега-6, капсулированные, вот, обязательно они должны быть в рационе, их опять-таки можно приобрести в магазинах спортивного питания, либо в аптечных заведениях, либо получать их из натуральных источников, вот, все, все добавки, так называемые, там, креатиновые и прочие, как бы, в свое время очень много принимались, на данный момент любителям, энтузиастам фитнеса, я не вижу смысла их принимать, что касается такой животрепещущей темы, как протеиновые батончики, я думаю, что можно иногда побаловать себя батончиком, иногда это, когда и сколько, ну, пусть это будет, там, допустим, один-два раза в неделю, вы можете съесть, там, несколько батончиков спортивных в течение дня, вот, делать на них ставку не советую, но, все-таки, это такое, такое баловство, это все, вот, скажем так, вы берете, какой-то батончик, от 20 до 80, 20, да, но, все-таки, если вы взглянете на калорийность, на наличие сахаров, не все, не все фирмы, не все фирмы, не все фирмы, скажем так, делают действительно качественные батончики, вкусные, да, но если вкусные, они часто, значит, сладкие будут, вот, я, очень трезво отношусь, вот, сейчас, Оксана, дополнить, у нее другая точка зрения, возможно, вот, на батончики, вот, да, дополнять не надо, ну, батончики любят все, и я в том числе, я жду этого дня, когда я уже смогу съесть батончик, честно, а я хочу добавить, ну, как для девушек, которые хорошо тренируются, в плане, хорошие нагрузки имеют, я заметила по себе такое, что, вот, Саша не сказал по поводу BCAA, аминокислоты BCAA, в принципе, ну, я считаю, это должна быть отдельная баночка в шкафчике, стоять всегда, потому что, ну, Саша вообще не любит спортивное питание, я готова его есть всегда, мы получаем те витамины, мы получаем те минералы с еды, которые нам надо, но, когда мы хорошо тренировались, когда мы хорошо поработали неделю, можно же мышцам нашим, спасибо сказать, поэтому забросить пару таблеток BCAA, это широкая цепочка аминокислот, которая впитает наши мышцы, сказать спасибо нашим мышцам, я считаю, это очень даже нужно, я на себе пробовала, что такое, когда нет BCAA у тебя в организме, когда есть, для меня BCAA это, наверное, самое первое питание, а потом уже батончики, батончики, да, ну, чтобы вы понимали, да, то есть, аминокислоты, BCAA вот эти, аминокислоты с разветвленными цепочками, это три самых ключевых аминокислоты, из тех, что есть, как бы содержатся в еде, и там, соответственно, в нашей мускулатуре, это лейцин, изолейцин и валин, это темные кислоты, которые организм, в первую очередь, вылучивает, если можно так выразиться, из мышц, для того, чтобы излечь энергию, то есть, поэтому их, именно их восполнение, в первую очередь, необходимо, вот, никакого вреда, как бы, применение аминокислотных комплексов, в умеренных дозировках, не принесет, вот, потому что, повторяю, в долгосрочной перспективе, опять-таки, когда начинаются такие дискуссии, о том, что BCAA может принести, я, ну, как бы, анализирую рацион повседневный, ну, людей, которые далеки от спорта, обычный рацион, то есть, там, где картофаны, там, где сметанка, там, где, то все то, что мы любим, признаемся, все то, что нас кормили мамы и бабушки, и, если взять, все-таки, что этот рацион, куда он толкает наше тело, к какому внешнему виду, скажем так, три капсулы BCAA после тренировки, это еще меньшее зло, то есть, если вы будете принимать, там, на свое усмотрение, высокие дозировки, там, 10, 20, 30 капсул, хотя спортсмены, которые, там, на серьезном уровне занимаются, спонсируются фирмами, они принимают большее число, это их личное дело, возможно, вы сможете как-то где-то, что-то организму, перегрузить его, вот, если у вас есть малейшие, малейшие какие-то сомнения в спортпите, либо вы не разобрались, есть два варианта, либо вы, в конце концов, разберетесь, в том числе, можете к нам обратиться, я не знаю, можем где-то там, в чате повисеть, я объясню более подробно, либо просто, ну, хорошо, тогда не ешьте быца, употребляйте достаточно белка из пищи, то есть, рыба, творог, разные виды мяса, растительный белок, пожалуйста, то есть, дайте организму просто белок, без этого ваши мышцы не будут упругими, они не будут объемными, они не будут, ну, объемными в плане, как, таким вот, скажем так, чтобы они чувствовались на теле, то есть, не будет тонуса того, не будет восстановления хорошего, вот, то есть, я действительно не фанат спортивного питания, хотя, когда-то там, ну, было им, скажем так, но это не значит, что я не ем добавки, все те же быца-шки иногда ем, но сном стараюсь с еды все набирать, то есть, вот с еды, как-то мне так импонирует подход моего тренера, Сергея Духот, то есть, то все, что можно взять с еды, с еды, нужно брать с еды, прежде всего, вот, а витамины, минералы и омега-3, обязательно, то есть, принимаю, вот, ну, что касается, каких-то еще там, добавок, я не знаю, коэнзима, там и прочих, ну, таким, такой я не пробовал, то есть, вот, период сушки, может добавиться, жиросжигательный комплекс к этому, опять-таки, многие, многие грибут в одну кучу, скажем так, или смешивают понимание, жиросжигатель, что это такое, сюда включает, по незнанию, и какие-то травяные чаи из аптек, мочегонные во многом, включает и комплексы с содержанием, каких-то кофейнообразных, эфедринообразных веществ, которые, скажем так, любители совершенно не нужны, то есть, период сушки, издобавок, что могу посоветовать, то, что, то, что, как бы, работает, это, жидкий л-карнитин, л-карнитин, это, опять же, таки, витаминоподобное вещество, которое, помогает усваивать жиры, трансформировать их в энергию, то есть, вы можете просто забить в гугле, л-карнитин, вы увидите, что ничего крамольного в этом нету, используется, и среди спортсменов, и среди энтузиастов, фитнеса, любителей, жидкий включается в работу, быстрее, чем таблетированный, то есть, продается в таких специальных питьевых тюбах, флакончиках, содержит где-то полтора грамма л-карнитина, вкус персика, там и прочего, там такое, вот использовали, помимо прочего, в подготовке, эту добавку, довольно-таки, помогало при кардио, немножко так, термогенный эффект, то есть, подотделение, и отдача тепла больше, вот, это что касается добавок, поэтому, скажем так, когда приходишь на выставку, как бы, глаза разбегаются от изобилия, вот, но, скажем так, точно так же они разбегаются в супермаркете, когда видишь, там, 40 видов шампуня, или, там, 25 видов кремов для бритья, да, допустим, выбираешь, в конце концов, что-то одно, так и тут, выбираете, как любитель, одну-две добавки, ключевых, пробуете, анализируете отзывы организма, потом можете поменять, там, производителя, возможно, что-то, другая пропорция витаминов сработает лучше. Ну, стандарты спортивного питания, хочу заметить, что в целом, спортивное питание, даже в Соединенных Штатах Америки, есть такой комитет по добавкам и медицинским препаратам, Food and Drug Administration, FDA, вот, который дает одобрение или не одобрение тех или иных утверждений, которые выносятся на этикетку, ну, например, там, креатин, там, способствует росту мышц, мы можем видеть, там, маленькую звездочку, и внизу, что это утверждение не одобрено, или не, скажем так, не проверено, вот, этой администрацией, это государственный орган, вот, в нашей стране, скажем так, большинство биологически активных добавок, тех, что производится, я не думаю, что они соответствуют европейским стандартам, то есть, заявляется, что, заявляется, что продукт не уступает западным, но цена, там, в два раза дешевле, ну, логично, если ты не уступаешь западным, пройди, там, допустим, сертификацию, там, Евросоюзе, да, допустим, там, оплати, засветись на выставках, и давай разрывай рынки западные, как бы, да, логично, да, нашли продукт, который в два раза дешевле, но и уступает западным, но этого не происходит, поэтому, как бы, доверять, доверять этому утверждению, тоже не стал бы, из личного опыта, применения в свое время, протеинов, отечественных производителей, скажу, что все-таки, тот уровень усвоения, может, сейчас он изменился, но, как бы, нет желания пробовать, нет желания ездить пока на отечественных автомобилях, и пробовать, при всем желании, не предпринимать вырубника, я лучше поддержу его, в плане того, кто делает хорошую, хорошую гречечку выращивает, там, хорошую курочку, там, ну, как бы, да, там, цельную, опять-таки, здесь есть вопросы, по поводу этих грудок, и так далее, вот, поэтому, вкратце, я думаю, если есть у вас финансовая возможность, пользоваться лучшим, то пусть это будет, все-таки, спортивное питание, от признанных производителей, вот, и опять-таки, смотрим фирму, как долго она существует, какие у него мощности, то есть, то, что часто фирмы спортивного питания не имеют собственных мощностей, то есть, я могу организовать фирму, дать заказ на завод Вейдера, допустим, изготовьте мне, вот, моя рецептура, вот, я купил в Китае, там, белковый порошок, вот, такую банку, такую наклейку, допустим, они мне сделают партию, но, как бы, опять-таки, где-то, заказчик может, меньше процент белка, заложить там, ну, как бы, здесь есть нюансы, наверное, как и в любой другой отрасли, поэтому, первое правило, это доверять, ну, таким маркам, скажем так, проверенным, которые спонсируют мероприятия спортивные, либо, опять-таки, спросить у тренера, что он посоветует, а лучше еще у кого-то, может, тренер заангажирована в какой-то марке, то есть, я пробовал разные марки, то есть, так жестко, какой-то привязанности нету, скажем так. Да, господа, если есть еще вопросы, давайте мы их зададим, чтобы у всех уже немножко от перегруза информации сахар понизится в крови, я думаю, я вижу, девушка, она там спит уже, на груди у девушки в зеленом, да, если есть вопросы, давайте мы их зададим и получим ответ, если нет, то перейдем к практической части нашего семинара, это поглощение кофе, водичек, печенюшек и так далее. Да, печенюшек, эта часть семинара, Алексей, была сформулирована не нами, мы не успели, мы не успели хлебцы принести, Алексей, поэтому быть вам голодным, и мне тоже, и Оксане тоже, и Аня тоже, и Наташа тоже. А, прошу остаться. Да. Вот в целом, где-то так выглядит, где-то так выглядит, такой сложный, одновременно простой вопрос, как бы, фитнеса. Подытоживая, скажу одно, что в любое время было, если будет, скажем, понимание того, что быть здоровым, скажем так, успешным, процветающим, и с хорошим настроением, всегда лучше, чем быть больным, скажем так, бедным и так далее. Поэтому фитнес, я надеюсь, что станет, или здоровый образ жизни, частью вашего образа жизни. Я надеюсь, что та информация, которую мы вам предоставили с Оксаной, она вам окажется полезной. Повторяю, если у вас будут дополнительные вопросы, вы можете обратиться к нам за какой-то дополнительной консультацией. То есть, наши инициалы, которые на афише, на афише семинара, они совпадают с нашими, скажем так, в фейсбуке, там, как бы, страничками, да. Пишите в личную почту ваши вопросы, потому что, ну, регламент не позволил нам ответить, возможно, исчерпывающие на все вопросы. Будем рады вам помочь. Да, мы вам сейчас предоставим два, ну, по почте, давайте использовать, пока мы что-то не упечатали, как бы, по почте. Чаще бываем в социальных мережах, сетях. Давайте, сейчас мы вас снабдим двумя видами материалов. Первый, это теоретический небольшой обзор принципы построения рациона, и второе, приготовила Оксана, сейчас она расскажет, что она приготовила для вас, сюрприз небольшой. Никакого сюрприза, просто как я говорила, что правильное питание, это образ жизни, и он может быть разнообразным. Я вам привела пару примеров, которые содержат, да, пару рецептов, которые содержат, как углеводы, белки и сладенькое. То есть, в принципе, все может быть, Паша, все может быть. На правильном питании тоже можно питаться разнообразно, вкусно, полезно, и, причем, в готовке это 30-40 минут максимум. А питаться вы можете этим блюдом, там, день-два, ну, день-это даже мало, два точно. Сейчас. Для вас. Для вас. Для вас. Для вас. Здесь. Здесь. тут. Так.